Добрый день, в студии Мария Кожевникова, напротив меня директор компании Актион Наталья Ашихмина. Наталья Александровна, добрый день. Добрый день, рада вас всех видеть и слышать. Мы вас тоже. Наталья Александровна, наша программа называется «Женское дело», но бизнес, который вы организовали и которым занимаетесь уже пять лет, казалось бы, далеко не женский. Или я не права? Расскажите подробнее о направлениях вашей деятельности и насколько вам комфортно в этой среде. Ну, может быть, некоторые ошибаются, что бизнес совсем не женский. Женщина-руководитель, да, согласно, редко встретишь в данной сфере, так как все равно основные клиенты – это участники рынка недвижимости, строители. А сами знаете, строители у нас народ непростой. Но для меня с детства было всегда комфортно работать и интересно, если задача стоит сложной. А в сфере недвижимости легких задач не бывает, поэтому я ощущаю себя как рыба в воде. Мне все нравится, нравится решать задачи. И при прихождении одного из тренингов я вывела для себя, возможно, жизненный девиз, который может являться и миссией организации, что это оказание услуг населению и фирмам, которые направлены на защиту прав. Можно переформулировать и конституционное право, так как у нас право на недвижимость, право собственности закреплено в Конституции. Коротко, основные направления деятельности, давайте расскажем. Основные направления деятельности – это межевание земельных участков, технические планы. Сейчас мы занимаемся и проектированием. Если кратко, все вопросы и задачи в сфере земельно-имущественных отношений мы можем решать. И давайте, может быть, теперь тогда перейдем к некоторым из направлений, к самым важным, которые сейчас наиболее актуальны, и поговорим о проблемах, которые жителей волнуют. Может быть, вы дадите какие-то конкретные рекомендации. Ну вот, например, межевание. Земельный вопрос сейчас станет актуальным для многих. Вытает, можно сказать, из-под снега весна на носу. Активнее идут сделки с землей. И здесь многие могут столкнуться с необходимостью межевания. Вот какие сейчас наиболее актуальные в этой сфере вопросы для кировчан? Ну, как всегда, в отношении межевания актуальный вопрос – это у простого населения. Если взять и сады, и просто приусадебные участки, мы всегда советуем, главная причина, для чего нужно это делать – это будет как можно меньше вопросов с соседями. Когда у вас будут установлены границы на местности, законодательно занесено в Росреестр, уже спор с соседями решать намного проще. Также немаловажный момент тот, что, когда вы продаете свой земельный участок или дом, который находится на земельном участке, и если эта сделка идет через ипотеку, не отмежеванный земельный участок, банки такую сделку не пропускают. То есть, если земля не отмежевана, лучше прямо сейчас этим вопросом озаботиться? Да. Так как у нас законодательства меняются очень часто, не надо ожидать очередного шедевра от правительства, и лучше сделать это сейчас. С бизнесом работаете тоже? С бизнесом тоже работаем. Как правило, в последнее время есть большие участки, производственная база, бизнесмен начинает их делить. Для строительства новых объектов, возможно, также для решения финансовых каких-то вопросов купли-продажи, залог недвижимости, отведения новых участков. Но для бизнеса всегда этот вопрос актуален. Еще один актуальный вопрос – это незаконные перепланировки. Речь здесь не только о сложностях с последующей продажей квартиры. Очень часто вещи, на самом деле, страшные происходят, когда рушится целая подъезд многоквартирных домов. В Перми, в Ярославле в последние годы были такие ситуации. В каждом случае речь о незаконной перепланировке или реконструкции помещений, чаще всего именно коммерческих, находящихся на первых этажах. Вот почему такие вещи происходят? Как их избежать? Ведь об голодной ответственности речь идет не только о штрафах в таких случаях. Да, у нас просто в России у народа такой менталитет, что если их в силу не заставили, для чего это делать? И главное, они сами не думают о собственной безопасности, безопасности своих детей. Да, вопрос перепланировок тоже очень актуален. Если вот мы берем с вами как раз помещение там на первых этажах, это чаще всего помещение, принадлежащее бизнесменам, люди не задумываются, начинают крушить, бить проемы в капитальных и несущих стенах. От этого же зависит весь конструктив здания. Такую перепланировку можно узаконить, затрагивая капитальные стены, но тоже только определенные работы, но тоже есть свои особенности. Это должно быть обязательно 100% на согласие собственника всего дома, оформлено протоколом общего собрания, образец которого и требования к этому протоколу тоже утверждены законодательно. Внутренняя перепланировка, которая не затрагивает несущие стены, при соблюдении всех необходимых норм, ее узаконить не так и сложно. Ну, это вот сейчас мы о таких вещах серьезных, да, говорим, которые чаще всего именно бизнес касаются. А вот, допустим, если о простых кировчанах говорить, да, вот эта вот последняя мода евро-двушки, евро-трешки, да, когда перепланировки, это уже скорее не исключение, а правило. Да, с вами согласна, даже работая с застройщиками и вводя новые дома, люди еще до ввода уже начинают что-то перепланировать, что-то делать, и потом им проще уже оказываться, они получают ту квартиру, какую хотят. А вот именно в отношении новых квартир большая просьба к населению, если вы обращаетесь к дизайнерам, вам готовят дизайн-проект, найдите немного времени, придите на консультацию. Возможно ли, вот когда вы осуществите такой проект, возможно ли это будет узаконить потом законодательство. К сожалению, не все дизайнеры задумываются над этим вопросом, и очень часто, когда вот приходят после таких проектов, ну, просто ничего придумать бывает, нельзя. Начинают переносить санузлы, начинают переносить кухни. А у нас по закону, по требованиям, то есть санузел должен находиться над санузлом, кухня над кухней. Если это не первый этаж. Если это не первый этаж. А расширять такие помещения можно только за счет нежилых помещений, то есть это коридоры и кладовка. Но кладовки, как правило, у нас не строят в последнее время в квартире. Ну, если я правильно понимаю, нужно делать не потом, нужно не потом узаконить, нужно заблаговременно, да? Да, вместо того, чтобы потом по суду вас заставили вернуть в изначальное состояние, при этом маловероятно, что вернут затраченные деньги, час времени всегда найдется в графике у любого бизнесмена, не бизнесмен будет, час времени можно найти. Почему люди заранее об этом не думают? Боятся бумажной волокиты или не знают законы? В чем проблема? Да, возможно, боятся бумажной волокиты, но не так страшен черт, как его молюют. На самом деле, при узаконении перепланировки, если человек ходит сам, нужно обратиться в МФЦ три раза. Это за разрешением на перепланировку за актом приемочной комиссии и непосредственно уже сдать документы в Росреестр. Если обратиться к вам. Вы ведь занимаетесь этим вопросом? Да, мы по перепланировкам работаем под ключ. Наши специалисты помогут подготовить проект, помогут подготовить технический паспорт, все необходимые документы. И также в последнее время часто востребована услуга, что и сопроводить все документы в администрации. То есть, собственник пишет на нас доверенность, и мы в МФЦ все документы ходим согласовываем сами. То есть, вообще никуда ходить не придется? Нет, пришел один раз, и потом пришел, уже забрал документы для Росреестра, потому что там подает только собственник или по нотариальной доверенности. Но ты освобожден от беготни. Вся перепланировка занимает по времени где-то в пределах четырех месяцев, так как, когда документы лежат у нас в администрации на согласовании, там есть определенно законодательные сроки, на которые мы повлиять не можем. Ну, то есть, если все-таки произошла такая ситуация, квартиры перепланировку не узаконили, продать квартиру хотим, то где-то за полгода нужно озаботиться этой квартирой. Да.